Здравствуйте и поприветствуйте всех в новом году. Мы собираемся начать этот год, но у раз одного из моих самых, если не самых востребованных видео от вас, ребята, с обзором Assassin's Creed, Black Flag. Теперь, если вы какое-то время были на моем канале, вы бы заметили, что я не сделал ни одного видео на Black Flag. Я снял видео, где немного рассказываю об Эдварде и истории, но никогда не вдавался в подробности этой игры. Теперь, как бы мне не хотелось иметь очень умную и сложную причину, правда в том, что я много времени играл в эту игру на своем старом компьютере, и когда я получил свой новый компьютер пару лет назад, я понял, что по какой-то причине у Black Flag нет сохранения в облаке Steam. Итак, я потерял все свои сохранения в процессе, и мне это было так неприятно, что я решил не играть в нее снова, пока не сделаю свой обзор игры. Так что было очень приятно снова переиграть Black Flag, так как прошло уже довольно много лет. Не совсем понимаю, почему в этой игре нет сохранения в облаке. Черный флаг и Братство единственные два в серии Assassin's Creed, у которых его нет, так что это немного странно. Но в любом случае, я собираюсь поделиться с вами, ребята, своими честными мыслями и мнениями о моем недавнем прохождении Assassin's Creed Black Flag и сообщить вам, буду ли я по-прежнему рекомендовать игру в 2022 году. Кроме того, я расскажу о спойлерах сюжета для игры, поэтому, если вы хотите пропустить их, в видео должны быть главы, чтобы просто пропустить первую часть, где я рассказываю об истории. Я даже оставлю карточку в правом верхнем углу, которая позволит вам просто избежать спойлеров. Но кроме этого, давайте сразу перейдем к делу. Как вы, наверное, все знаете, Assassin's Creed, черный флаг, разворачивается в Карибском бассейне в течение 9 лет, с 1713 по 1722 год. Главный герой, капитан Эдвард Кенуэ, отец тамплиера Хейтхэма Кенуэ из AC3 Rogue, и дедушка Коннора Кенуэ, главного героя Assassin's Creed 3. Эдвард, конечно, начинает рассказ как пират, главными мотивами которого являются богатство и слава. Он прожил всю свою жизнь в бедности и чувствовал себя неполноценным, скованным ограничениями правительства. Поэтому он оставляет свою жену Кэролайн с обещанием, что вернется через два года с достаточным состоянием, чтобы обеспечить их на всю жизнь. За исключением того, как это часто бывает, это явно идет не по плану. В одной из битв Эдварда он оказался на острове вместе с убийцей Дунканом Уолполом, который стал предателем и хочет доставить таинственный артефакт тамплиерам в Гаване. И так, как поступил бы любой уважающий себя пират, Эдвард убивает этого человека, крадет его личность и отправляется в Гавану, чтобы встретиться с тамплиерами и получить награду Дункана. Эдвард Кенуэ, любимец многих поклонников Assassin's Creed, и, честно говоря, он даже лучший главный герой, чем я помню. Совершенно ясно, в каком направлении двигалась Юбисофт. Многие люди не были большими поклонниками серьезного, мрачного тона Assassin's Creed 3 с его главным героем Коннором. И хотя сейчас мы все любим Коннора, тогда многие не были его большими поклонниками, особенно по сравнению со всемогущим Эдсио. Таким образом, его четкий черный флаг должен был быть немного правильным курсом, с более легким тоном и главным героем с очарованием, умом и привлекательностью Эдсио. Однако Эдвард нечто большее, чем просто веселый, очаровательный главный герой. Его история и развитие на самом деле очень глубоки, и его путешествие одно из лучших в серии. Начинать как этот горький, но полный надежд человек, который желает достойной жизни, наполненной богатством и удовольствиями, в своем росте и путешествии до конца игры, это действительно радость наблюдать за развитием событий. После того, как тамплиеры обнаружили Эдварда и, по сути, оставили умирать, он встречает Авейла, освобождает других заключенных, а затем они крадут, отправляют галку и создают свою собственную команду с Эдвардом в качестве капитана. Хотя Эдвард может показаться чрезвычайно эгоистичным и жадным, особенно в первом, он по-прежнему предан пиратам и НАСА, где мы встречаем Черную Городу, Хорниголда Джеймса Кида, Капитана Вайна и многих других ярких личностей. Второстепенный состав персонажей, безусловно, является одним из черных флагов ярких пятен в истории. На старте есть забавный скудный компаньон Конь Банёц, у которого отличная динамика с Эдвардом. Тогда есть сумасшедший, пугающий и печально известный чернобородый Джеймс Кит, убийца, который пытается помочь Эдварду понять, что его жизнь предназначена для гораздо большего, чем богатства и свобода. И, конечно же, есть правая рука Адаваля, который сам является главным героем Assassin's Creed. Крик свободы и ненадолго появляется в AC Rogue. Каждый из второстепенных персонажей вносит свой вклад в историю и каким-то образом влияет на Эдварда в той или иной форме и подталкивает его в его путешествия. У каждого есть своя уникальная личность и мотивы, будь то убийца-тамплиер или просто сумасшедший пират. История этой игры, очевидно, действительно опирается на всю пиратскую тему в том голливудском ключе, к которому мы вроде как привыкли. Однако это также намного глубже и действительно хорошо вписывает знания и конфликты Assassin's крыт в историю, чему Вахала определенно мог бы научиться. Однако перед убийцами есть целая арка с пиратами в Нассау, которые ненавидят королей и границы правительства и просто хотят жить свободно и иметь возможность делать все, что им заблагорассудится. Это освобождающее место. Место, где можно вырваться из рамок и ограничений этого мира. Однако за пиратами ведется охота, точно так же, как за преступниками Дикого Запада, поскольку правительство посылает армии, чтобы усмирить и при необходимости убить пиратов. Это действительно классная концепция и история, за которой можно наблюдать, но опять же она знает, когда нужно заканчивать и не затмевать всю историю. Именно здесь возникает конфликт между ассасином и тамплиерами, поскольку Эдвард фактически находится в центре событий, убивая людей с обеих сторон и помогая тому, кто дает ему деньги на первом месте, будучи тамплиерами. А затем убийцы, выполняющие для них контракты и предупреждающие некоторых членов, которых он подвергал опасности. И хотя они могли бы легко сделать Эдварда убийцей сразу, я на самом деле очень рад, что они этого не сделали. Это не имело бы смысла для его персонажа в начале игры. Эгоистичный человек, которого интересуют только деньги и его личная выгода, внезапно решил бороться за правое дело и присоединиться к убийцам. Эдварду нужно вырасти и научиться большему, прежде чем он будет готов это сделать. И это, безусловно, то, что происходит в течение этих девяти лет. Пока Эдвард неустанно ищет обсерваторию, величайшее сокровище, за которое он начинает расплачиваться и начинает осознавать все, что потерял из-за своего эгоизма. Первый он стал свидетелем смерти Черной Бороды, человека, которым в некотором смысле восхищались и на которого равнялись, умер, сражаясь, по сути, ни за что, кроме своей собственной репутации. Затем он вынужден убить одного из своих старых друзей, Хорниголда, который предал НАСА и работал на тамплиеров, где он получил столь необходимую перспективу. Затем он также вынужден убить Вена, еще одного сумасшедшего пирата, где он понимает, что, возможно, пиратская жизнь — это не то, что правильно или лучше для него. Он видит проблему с такими людьми, как Капитан Вайн, в мире. Однако этого все еще недостаточно, чтобы подтолкнуть его к краю пропасти. Это случается, когда Джеймс или Мэри Китт умирают у него на руках и стареют. Посадите в тюрьму человека, который всегда заботился о нем и верил, что он может быть намного большим, чем пират, и всегда хотел, чтобы он помог убийцам и верил в их дело. Это то, что, наконец, заставляет Эдварда осознать последствия своих эгоистичных поступков, например, в погоне за лучшей жизнью и сокровищем. В конце концов, он оказывается совсем один, хотя его когда-либо любили или заботились о нем. Они ушли, даже ни один из них не остался стоять рядом с ним. Атвали устает от Эдварда и сам присоединяется к убийцам. Прошло 9 лет с тех пор, как он пообещал своей жене, что вернется через 2, и он, наконец, начинает принимать попытку исправить все ошибки, которые он совершил. Он помогает убийцам защитить обсерваторию и восстановить простое устройство, и он соглашается присоединиться к ним, как только вернется домой, и наладит отношения со своей семьей. За исключением того, что уже слишком поздно, когда он обнаруживает, что его жена Кэролайн умерла много лет назад, и все это время она воспитывала их дочь. В то время как Эдвард делал все, что ему заблагорассудится, совершенно не подозревая о том, что у него есть ребенок. Что приводит нас к прекрасному, прекрасному финалу, где Эдвард встречает свою дочь в отделе продаж. Возвращайтесь домой. Что у меня было? Я потратила день, чтобы прийти. И о вреде, который я причинила этому воздуху. Увы, мне это было ни к чему. И все, что я сделала для... Сейчас я не могу. Спокойной ночи, и да пребудет с вами радость. Путешествие Эдварда было долгим и эмоциональным. Он так сильно растет и развивается как персонаж, и совершенно не похож на того, кем был в начале. Это отличная сюжетная линия, и хотя, возможно, это не идеальная история, она очень хорошая, с отличными второстепенными персонажами и темами, с очень симпатичным главным героем у руля. Она отлично справилась с тем, что заставило людей так сильно полюбить истории и Асэсэнскрит. Тогда есть, конечно, современный день, который полностью отличается от всех игр до него. Это современный день от первого лица, где вы играете за немого сотрудника, работающего в Ставарго над проектом Эдварда Кенуэ, за исключением того, что вы быстро втягиваетесь в конфликт ассасинов и темплиеров, помогая ассасинам. Включая данные Шона и Рибики Стилл с серверов-темплиеров. Возможно, это не самый лучший современный день, но он уникален и приятен, в нем много таинственных элементов. Разбираюсь с последствиями Асэсэнскрит 3, выясняю, что случилось с Десмондом и в каком состоянии находится мир. История расширена в Роу, но в целом мне нравится современный день в этой игре, даже если она оставила у меня больше вопросов, чем ответов. В игре Black Flag не так много серьезных изменений по сравнению с Асэсэнскрит 3, но это не делает ее менее увлекательной. Это тот же самый веселый, увлекательный, свободный бой от АС-3, который кажется чрезвычайно плавным и имеет несколько превосходных боевых анимаций. Все еще есть действительно крутые двойные казни, действительно самые большие различия в бою или с оружием. У черного флага не так много разнообразия оружия, как у АС-3, например, с топорами, томогавками Коннора, мечами, мушкетами и т. Д. У черного флага, однако, есть действительно забавные мечи с двойным оружием, а также скрытый бой на лезвиях и несколько других видов оружия, которые вы можете поднять с земли, например, мушкеты. У вас также может быть до четырех пистолетов, что чрезвычайно полезно и сильно в этой игре, и отлично подходит для боя с некоторыми очень чистыми анимациями. Есть также разные типы мечей и пистолетов, каждый с разной статистикой и своими сильными и слабыми сторонами, например, для повреждаемых мечей, оглушения и скорости. Скрытность в этой игре также очень забавна и довольно распространена. Я бы все равно не сказал, что это лучшая система скрытности, но она все еще хорошо работает, что больше, чем я могу сказать о некоторых играх Асэсэсэн Скрыт. Большая часть скрытности основана на скрытии, основанном на скрытии. Много прячусь в кустах или высокой листве и убиваю врагов из моего укрытия. Я действительно думаю, что это большое улучшение по сравнению с Асэсэ 3, где казалось, что скрытность в этой игре не очень поощрялась в бою, всегда была лучшим вариантом, в то время как в этой игре она кажется более сбалансированной. Вы также, конечно, получаете большое разнообразие инструментов, таких как дротики для сна и бёрсерка, дымовые шашки и веревочный дротик, и вы можете модернизировать их все с помощью системы крафта. Это не самая глубокая система создания, но она хорошо работает, выполняет свою работу и побуждает вас охотиться и собирать материалы, необходимые для обновления и улучшения ваших инструментов, наряду с такими вещами, как пистолетные кобуры и даже улучшенное общее состояние здоровья. Это дает вам больше стимулов охотиться и делать что-то в открытом мире и служит очень приятной системой продвижения, которой можно наслаждаться. Паркур и черный флаг — это в основном то же самое, что Асэ 3. Однако дизайн мира в этой игре специально для паркура довольно фантастический, по крайней мере, в крупных городах. Очевидно, что на маленьких островах и в маленьких городках это не так важно, но в таких городах, как Кингстон, Насау и Гавана, особенно Гавана, они действительно хорошо приспособлены для паркура. Я слышал, что они черпали вдохновение в дизайне AC Two's World с городами, и я думаю, что они проделали фантастическую работу. Существует так много дорожек для паркура, что вы можете пересечь каждый город, практически не касаясь земли. Это просто очень весело. Анимация также выглядит очень хорошо, и все еще есть много продвинутых движений, и такие вещи, как боковые прыжки, легко выполнить. Очевидно, что «Морской бой» — довольно большая часть этой игры, и, на мой взгляд, в ней по-прежнему лучшая военно-морская система серии. Это не только лучше всего сочетается с этой игрой и пиратским сеттингом, но и в ней довольно много глубины. Вам дана галка, и вы можете сделать множество улучшений для всех ее пушек, хранилища и экипажа. У вас есть несколько форм атаки с помощью минометов, тяжелых пушек, огневых стволов и поворотных орудий. Кроме того, вы можете сделать тону настроек и изменить внешний вид так, как считаете нужным. Вы можете найти фишки, чтобы сражаться и выходить на борт в мире, где вы можете получать ресурсы в виде грузов, которые вы можете использовать для улучшения своей галки или продажи за деньги. У вас также есть возможность отремонтировать галку, понизить желаемый уровень или добавить корабль в свой флот всякий раз, когда вы успешно поднимаетесь на борт и захватываете вражеский корабль. В военно-морской системе так много глубины и свободы, и для меня это, безусловно, лучшее, что сделано в Black Flag, в отличие от всех других игр Assassin's Creed, которые ее включали. Дизайн миссии и черный флаг для основной миссии — это небольшая смесь для меня. Есть несколько действительно забавных миссий, но есть также тонны миссий по слежке и подслушиванию, как, безусловно, больше всего в любой игре Assassin's Creed, что меня устраивает время от времени. Но когда это происходит, как в каждой миссии, особенно когда они действительно затягиваются на долгие миссии, я склонен скучать и мысленно отключаться. И что веселее, чем следить за кем-то, так это следить за кораблем. На мой взгляд, это просто не лучший дизайн миссии. Однако, есть еще несколько действительно забавных миссий, таких как классические убийства в черном ящике, которые дают вам свободу, и то, как вы уничтожаете свою цель. Те, которые мне действительно понравились. А также все современные миссии, в которых вам действительно нужно играть, а не просто ходить или смотреть ролики, это действительно скучные дурацкие головоломки, которые я не был фанатом. Опять же, в основной истории есть несколько хороших миссий, но есть и много скучных. Огромный открытый мир Black Flag должен быть одной из моих любимых частей игры. В этом есть что-то такое расстроенное и освобождающее. Садитесь на свой корабль и просто плавайте в открытом море, посещайте острова и города, участвуйте в морских сражениях и делайте все, что вам заблагорассудится. Не говоря уже о том, что мир абсолютно великолепен. Это так ярко, красочно и блестяще оформлено. Мир держится очень хорошо, и если бы эта игра получила ремастер или вышла сегодня, она была бы еще более свободной. Избавляясь от некоторых загрузочных экранов, мы делаем доступными больше частей света. Три крупных города, Гавана, Кингстон и Наса, чрезвычайно захватывающие. Разработчики уделили им больше всего времени на любовь. Они суетятся и дышат жизнью. У каждого из них уникальный внешний вид и дизайн. Гавана — великолепный город в испанском стиле. Наса — грубая и любимая Гавань пиратов, а Кингстон — настоящий британский город. Гавана, в частности, моя любимая часть всего этого мира, просто отличный дизайн мира и отличное место для начала игры. В этом мире так много всего нужно сделать, что вы можете потратить так много часов только на побочный контент. Это контракты на убийства, разбросанные по всему миру, которые дают вам простую цель и дают вам полную свободу и то, как вы совершаете убийство, вознаграждая вас деньгами за хорошо выполненную работу. Там есть плантации со складами, на которые вы можете проникнуть и ограбить, чтобы получить припасы и деньги для галки. Конечно, вы можете охотиться на диких животных и даже загарпунить различных морских существ, от быстрой акулы быка до огромного редкого белого кита, который вас выгодно вознаградит. Есть добрые старомодные охоты за сокровищами, где вам дают карту и нужно искать, где зарыто сокровище, на которое часто нужны деньги и специальные дизайнерские планы. Есть побочные истории охоты на тамплиеров, где вы должны помочь убийце и убить тамплиера, который вознаградит вас одним из пяти ключей, необходимых для разблокировки специальной брони тамплиера. Есть также 16 артефактов Майя, разбросанных по всему миру, которые вы должны раскрыть, чтобы разблокировать броню Майя, которая отражает все выстрелы. Я люблю подобные побочные занятия, так как это дает вам серьезный стимул и повод завершить их, поскольку вы хорошо вознаграждаетесь этими классными предметами и наборами брони. В военно-морской системе существует даже довольно много различных побочных видов деятельности. Есть флот Кенвейс, где вы можете принять участие в мини-играх с корабельными битвами и проложить торговые маршруты, чтобы получить дополнительные деньги и предметы. Есть также охотники за головами, которые охотятся за вами в море, и даже легендарные корабли, которые являются этими масштабными битвами с боссами, которые дают вам большие награды. В этом огромном и обширном мире очень трудно найти чем заняться, и с таким большим разнообразием и свободой в исследованиях так приятно просто уйти и отвлечься на весь дополнительный контент. И конечно, графика по-прежнему великолепна. Я бы все равно, очевидно, хотел ремастер для этой игры, тем более что у нас есть один для AC3, но на самом деле он даже не нужен, учитывая насколько хорошо игра все еще выглядит. Погодные эффекты и штормы особенно выглядят фантастически, просто повышая качество и характеристики мира. Однако, как и во многих старых играх Ubisoft, у Black Flag нет лучшего порта для ПК, как я упоминал в начале. Нет сохранения в облаке, а также он ограничен частотой 60 кадров в секунду и может иметь некоторые странные проблемы с заиканием, если вы включите физику. У меня также была эта очень досадная проблема с сбоем всякий раз, когда я запускал игру, и я обнаружил, что вам просто нужно запустить игру в режиме совместимости для правильного запуска. Это не так уж и важно, но все же определенно не помешало бы кое-что исправить и настроить для современных систем. В Assassin's Creed Black Flag есть веселое, но глубокое и трогательное повествование с любимым главным героем. Игровой процесс очень увлекательный и приятный, прямо как AC3. Мир огромен и свободен, в нем есть чем заняться и что посмотреть наряду с отличным дизайном мира. И визуальная игра выглядит потрясающе и все еще держится очень хорошо. Так что, если по какой-то причине вы еще не проверили Assassin's Creed, черный флаг, я определенно рекомендую его, и это неплохое место для начала, если вы хотите попасть в серию Assassin's Creed. Многие фанаты могут посчитать это лучшей игрой Assassin's Creed. Я не буду говорить, чувствую ли я это или нет, поскольку я сохраняю это для рейтингового видео, но не стесняйтесь сообщать мне в комментариях, что вы думаете об AC Black Flag и где он занимает для вас место в серии. Я надеюсь, что вам, ребята, понравился этот обзор, и если вам понравился, я был бы признателен, если бы вы подумали о том, чтобы оставить лайк на видео и подписаться на канал, если вы новичок. И кроме этого, спасибо, что присмотрели за всеми. О, и с Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»!